41-е тысячелетие. Время войн и тьмы. Империум человечества предъявляет свои права на всю галактику во имя Бога Императора. Люди сражаются в бесконечной войне с врагом внешним ксеносами, врагом внутренним еретиками и врагом из загробного мира с сверхъестественными ужасными существами. Рядом с военным флотом Империума сражается Адептус Механикус. Хранители технологий человечества, которые постоянно ищут уцелевшие крупицы знаний славного прошлого людей, исследуют глубины галактики в поисках давно потерянных для человечества миров. Во имя своего Бога Машины они изготавляют имперские военные машины на огромных фабриках, именуемые Мирами Кузницами. Постепенно техножрецы Адептус Механикус избавились от своих человеческих слабостей, заменив свои конечности и органы механизмами, более сильными физически и духовно чистыми. Их предводители, загадочные Магосы, защищают Миры Кузницы и исследуют самые потаенные уголки галактики вместе с когортами своих солдатских тариев. Наступила пора войн, трагедии и мрачных предзнаменований. В этой отсталой галактике Адептус Механикус один из последних бастионов, который не дает человечеству вступить в новую темную эру. Впрочем, возможно именно он и ускорит ее рассвет. Ракслер снова с вами. Наступила новая эпичная неделя, и это Вархаммер 40 тысяч Механикус. Напускной пафос всегда был отличительной фишкой вселенной Вархаммер 40 тысяч, поэтому неподготовленные игроки могут немного пешить о здешних речей. Но стоит заметить, что все-таки большая часть игр по Вахе 40 тысяч создается для фанатов и по сути является добротными фанфиками. Исключением не стало и Механикус. В жанровом изображении мы имеем дело с настольной игрой. Тут есть импровизированное игровое поле и фигурки на столе, а бои проходят в классическом пошаговом режиме. Но давайте вернемся на самое начало и посмотрим на синапсис. Адепты культа получают сообщение с планеты Сильвы Тенебрис от пропавшего мага Саресака, который отправился изучать разваленный ксеносов на этой планете. Механикусы решают отправиться расследовать пропажу Ресака и выполнить свой священный долг, уничтожить всех ксеносов, если таковые найдутся на этой планете. По прибытии мы проходим довольно долгое обучение, где нас знакомят с основными механиками игры, а также сразу вводят в курс сюжета. Все задания будут проходить внутри древних гробниц некронов. Сами миссии разделены на три части. Первая часть – это передвижение по ячейкам игрового поля. Иногда это линейные коридоры, а иногда одна ячейка имеет разветвление и мы можем пойти в разные стороны, если того захотим. Разведывать все ячейки не обязательно. Главное попасть в ту, которая помечена оранжевым ромбом. Это ключевая комната, до которой нам нужно добраться по заданию. Вторая часть миссии – это разрешение ситуации при посещении очередной комнаты. Если вы играли в масштабный сюжетный настолки, то эта механика вам знакома. Перед нами показывают карточку и описывают ситуацию. При этом нам нужно выбрать один из нескольких вариантов. После выбора варианта получаем эффект от нашего решения. Как позитивные в виде каких-то бафов на миссию, или валюту, или новые технологии. Так и негативные в виде урона бойцам нашего отряда или дебафы на задании. И третья часть миссии – собственно сами пошаговые бои. Здесь каких-то особых откровений нет. Есть наши бойцы, есть бойцы врага и методом передвижения по клеточкам и грамотном применении умений нужно победить всех противников. Помимо прочего, у нас есть глобальные параметры, влияющие на игру. Во-первых, это общий показатель пробуждения некронов на планете. При его стопроцентном заполнении все плохише планеты пробудятся, повылезают из своих норок и культистам придется покинуть Сильви Тенебрис, что собственно будет означать плохую концовку игры. Во-вторых, это локальный параметр осведомления некронов о нашем присутствии в локации. Чем больше ошибок во время миссии мы совершаем, тем сильнее и многочисленнее будут противники. Ну и в-третьих, это показатель инициативы. По сути, он дает понять, чья сторона будет чаще активничать во время стычек. Если инициатива у нас, то наши бойцы будут чаще стоять в очереди на ход. Если инициатива у некронов, то вам придется дольше ждать свою очередь. Сами задания нам будут давать 5 персонажей. У каждого из них свой характер и свои мотивы. Тем самым задачи для нас будут отличаться. Кого-то из них волнуют технологии некронов, кто-то будет хотеть очистить здешние гробницы от скверны путем распространения молитв. Другие же захотят добыть некий ресурс или вовсе отправят нас просто уничтожать местных ксеносов. По окончанию прохождения задания мы будем зарабатывать валюту, называемую здесь черным камнем. Открывать новых бойцов, а также будем получать для них новые улучшения, которые нам дадут за успешное завершение миссии или же мы сможем найти их в одной из комнат игрового поля в случае успешного решения ситуации. Кстати, основных наших бойцов магасов можно кастомизировать не только путем установки аугментов, но и даже раскрасить в любой цвет. Например, вы можете аннигилировать мерзких ксеносов, рассекая по катакомбам в милых розовых мантиях. Всего в игре заявлено около 50 различных миссий, а сюжет был написан Беном Каунтером, одним из авторов издательства Black Library, то самое которое занимается изданием книг по вселенной Вархаммер. Игра не прощает ошибок и провальную миссию перепройти уже нельзя, не загрузившись из сохранения. Поэтому идти до конца нам приходится исходя из того, как мы проходим миссии, либо вылизывать свое прохождение постоянными загрузками после каждой неудачи. Для меня, как редкого игрока в подобные проекты, неудачи по мере игры были постоянными. Ближе к 10 заданию, половина моего отряда приходила к финальному сражению в миссию уже изрядно потрепанными. А глобальный дебаф был огромным, поэтому с жалкой кучки моих скетариев приходилось сражаться с превосходящей силой некронов, у которых не только тупо больше здоровья на юнит, но также и оружие имеет более мощный урон. Возможно в дальнейшем, вникнув получше в механике игры, продумывая тактику и свои решения более серьезные, я бы и вышел в плюс на середине сюжета. Но так как задания не повторяются, то все награды за них также остались бы невосполнимыми. Поэтому в идеале мне нужно начинать игру заново. Я думаю, что людям, незнакомым со вселенной Вархаммер 40000, не стоит начинать знакомиться с ней с этой игры. Уверен, вам будет довольно тяжело воспринимать информацию из местных диалогов, ведь персонажи здесь постоянно общаются местными терминами и словами, которые даже я, будучи середняково знакомый с Вахой 40000, половину диалогов просто не понимал и тупо пролистывал до момента, пока не начнется очередная миссия. Но в целом, геймплейная сама игра неплохая. Хорошая театрическая стратегия с кучей интересных механик. Поклонникам жанра она зайдет определенно, даже если про Вархаммер они не слышали никогда. Что особенно понравилось именно мне, так это саунд. Прекрасные органные партии с элементами хорового пения. Дают ощущение мощного эпика, несмотря на камерность всего происходящего. А еще тут крутые эффекты переходов между игровым полем и сражениями. В общем игру можно смело рекомендовать всем поклонникам тактических пошаговых стратегий и особенно фанатам Вархаммера 40000, чтобы в очередной раз окунуться в мир своей любимой вселенной. Не забудьте забрать Вархаммер 40000 механикус на свой аккаунт в Epic Games Store с 27 октября по 3 ноября. Надеюсь вам понравилось данное видео и если это так, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, извините в колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну и не забывайте про мои соцсети, ссылочка на которую будет в закрепленном комментарии. Я желаю вам всего самого замечательного, с вами был Ракслер, всем пока.